Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями. Рита, привет! Кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Ну а сегодня я затрону тему ремонт в Швейцарии. Как это все происходит, сколько это стоит, и покажу вам начало наших строительных работ. Кому интересна эта тема, поехали вместе со мной! У нас стоит невероятная жара 38 градусов. Я постоянно мочу свое лицо, потому что жару я не переношу, и поэтому стараюсь в летом отпуска обычно не брать. А вот сейчас приходится работать в поте лица. Значит, начну с того, что у нас очень сжатые сроки на ремонт, а также, конечно же, финансы. Я изначально посчитала, прикинула на ремонт 30 тысяч франков. И сейчас, конечно, когда приходят уже первые сметы, аферты, я начинаю сомневаться, хватит ли нам 30 тысяч на ремонт. И так все по порядку. Во-первых, нас также поджимают сроки, так как договор покупки недвижимости мы подписали в начале июня, и тогда же мы получили ключи, чтобы можно было элементарно завести мастеров и хоть что-то просчитать. До этого не было такой возможности. Естественно, у нас до переезда остается всего лишь месяц. Конечно же, можно было заехать и позже делать ремонт, но я решила, что квартира стоит пустая, и так как нам предстоит снос стены, а это пыль, грязь, то, естественно, это лучше и удобнее делать сейчас, пока мы туда не перевезли мебель и не заехали. Ну и, конечно же, возникла проблема найти свободных людей, свободных рабочих. К сожалению, брат Беата, который занимается ремонтами, у него своя бригада, сейчас работает в итальянской части, и он освобождается только в сентябре месяце, поэтому он у нас как консультант, он смотрит на цены, где-то что-то коррегирует, и в итоге нам пришлось брать из того, что есть. Некоторые сразу отписались, что мы не можем сделать эту работу в этот срок, поэтому выбирать было не из чего. И не могу сказать, выбрали ли мы лучший вариант по цене, так как брали то, что есть в наличии. Значит, из того, что есть, я вам сейчас покажу кадры, это будет такой сборный влог, каждый день я заходила, смотрела. Значит, рабочие, естественно, имеют какие-то свои постоянные объекты, и к нам они могли приходить только на выходных и делать какие-то небольшие работы, чтобы не шуметь, не напрягать соседей. На вопрос, почему мы не взяли украинцев, которые сделали бы дешевле, во-первых, я дала объявление по поиску помощников в ремонте, людей, которые элементарно будут выносить мусор, обрушившиеся камни, помогать с переездом, грузить коробки и так далее. Просто хотела дать заработать нашим соотечественникам. До сих пор ни один человек не отозвался, хотя я не писала ни дату, ни сроки. Видимо, мало мужчин в Швейцарии. Во-вторых, значит, чтобы здесь, в Швейцарии, проводить какие-либо строительные работы, нужна лицензия на строительную деятельность. И, естественно, здесь совершенно другая технология работ и совершенно другие стандарты. И вы это увидите в процессе. Да, я вам покажу видео. Значит, что касается электрики, здесь категорически вообще к щитку не разрешено прикасаться без квалифицированного рабочего. Вот. И, значит, начнем с гипсеров. Нам нужно было снести межкомнатную перегородку. Как выяснилось в процессе, она несущая. Опять-таки, бригада, которая взялась за эту работу, у них был свой архитектор, что ускорило процесс, который посчитал тут же нагрузку и придумал вариант укрепления этой стены. То есть, мы снесли две трети стены. Проблема была еще в доставке материалов, которые, начиная с карантина, с короны, до сих пор какие-то проблемы у нас. Нужно ждать по два-три месяца какие-то материалы. Поэтому, опять-таки, исходили из того, что есть. И плюс нам нужно было сделать межкомнатную перегородку гипсокартонную для моей массажной студии и отделать одну стену гипсокартоном. Значит, вот эта вся работа вышла нам в 10200 франков. И, конечно же, меня больше всего поразило, что когда бы я не пришла на объект, я видела результат, что люди сделали, и это всегда была идеальная чистота. Вот просто. Мало того, что как они подготавливают комнату, как они незаметно с собой все это убирают. И плюс рабочие сами организовали такой, как мульде, это как контейнер для выноса мусора, который привезли и увезли. Это все входило в стоимость. В Швейцарии выбросить мусор тоже стоит приличных денег. Поэтому, когда бы это делали украинские рабочие, которые понятия не имеют, как это здесь элементарно, куда вывезти строительный мусор, где организовать этот контейнер, кто его привезет, все это без знания языка, конечно, сделать сложно. Мало того, сейчас я вам покажу кадры, как шумно работают люди, которые в данный момент бурят, значит, в потолке прокладывают кабель для лампы. Моментально пришли соседи, моментально пришел хаузвард, это как человек, отвечающий за техническое состояние дома, и соседних подъездов тоже пришли люди, естественно, посмотрели, что мы делаем, ага, работают кто и что. Можете себе представить, если кто-то придет и увидит у вас в квартире нелегальных рабочих, которые работают без лицензии, без вида на жительство в Швейцарии, значит, сразу же штраф 10 тысяч франков просто, это сразу на месте. А те, кто в черную работают, там похлеще, вплоть до депортации страны. Поэтому какая при этом экономия, я не знаю. Мало того, это фирма, которая местная работает, дает свои гарантии и, естественно, знает, где взять какой мастериал, и плюс у них есть свои инструменты. Поэтому я не думаю, что беженцы, которые бежали с войны, тем более мужчин, которых выпускали из Украины, это либо многодетные папы, либо люди, непригодные к армии, либо пенсионеры, что среди них есть профессиональные строители, которые успели вывести свой рабочий инструмент. Да, такая вот стеночка у нас была кирпичная. Вот уже, пожалуйста, мульты наполнены. Так, вот, пожалуйста, за сегодня сделали работу, ушли рабочие, ни пылинки, ни соринки, всё вытроено. И это они заделают в следующий раз. Значит, нашли решение, вместо железной балки будет какая-то деревянная и чем-то будет задуто. Ещё не знаю, чем. Значит, эту дверь мы закладываем, её здесь больше не будет. И сейчас электриком решаем, где будут розетки. Так, здесь уже сегодня сын с мужем установили шкаф 3 метра. Осталось навесить двери. Решим ещё, где они будут висеть. И таким образом мы отделили комнату. Вот такой у меня теперь получается массажный кабинет. Это всё зашьётся гипсокартонной стеной. Только эта стеночка зашить гипсокартоном стоит 1000 франков. И здесь у меня получается ещё один шкаф. Я вот ещё не решила, будет ли он здесь стоять. Либо я его сюда, на эту сторону перенесу. Сейчас проблема что-либо вообще заказывать. Потому что, например, кровать мы пошли заказывать 12 недель доставка. Вот. Это мы забрали пакс из Икеи. Сегодня сами всё собирали. Достаточно широкая у меня получилась массажная комната. Здесь где-то 2,5 на 4,5. 10 квадратных метров. И в идеале здесь будет вход. Дверь, которую мы выбьем на лестничную клетку. Так, здесь у нас кладовки. И вот такая ещё большая, достаточно кладовка. Нам оставили вот эти шкафчики. Тут можно всякие запасы хранить. Здесь двери, которые поснимали с комнат. И ещё запас плитки. Достаточно приличный. Вот это непонятно, зачем нам оставили. Но можно тоже использовать как обувный шкафчик. И здесь ещё такой шкаф оставили. Вообще-то, по идее, должны были всё забрать. Но мы решили, раз уже есть, тогда мы со своим келлером ничего тащить не будем. И, как видите, на случай войны есть такое вот ещё огромное окошечко, которое задраивается. И все келлеры, как видите, оборудованы специальными толстыми стенами. Вот, и у каждого такой вот келлер. Электрики. Значит, дом наш не новый. И когда мы вызвали электрика, самая крупная фирма, которая проводит контроль всех электрических сетей в нашем кантоне уже Салатурн. Мы вызвали их. И так как никого другого мы не нашли, все были заняты на этот момент. Поэтому я допускаю то, что цена, конечно же, очень хорошая. В плане дорогая. Но вариантов у нас не было. Нужно было спешить. И больше всего меня удивило, что смету, которую они посчитали, она предполагала работу на полдня. А теперь внимание. Значит, из электрики нам нужно было центральное освещение перенести на полметра в одну сторону. Нам нужно было сделать дополнительные розетки. И самая важная работа, нам нужно было перенести розетку для телевидения, а это интернет, телефон, и обычная электрическая розетка из одной комнаты в другую. Не нарушая при этом целостности пола, стены и так далее. То есть в спальне разводка, плюс в моей массажной комнате разводка. То есть ничего особенного. Дочка захотела у себя в комнате сделать неоновую подсветку. То есть по контуру комнаты. Понятное дело, что можно купить на каком-то Алиэкспрессе и это все приклеить. Ну и держаться это будет. Все ненадолго. Мы попросили, чтобы это было профессионально. Значит, с каналом пробуренным, управление от телефона, с пульта, чтобы оно было долговечным. Значит, когда электрик услышал наши пожелания, у него аж глаза округлились и сказал, что это будет безумных денег стоить, потому что любое касание электрика к вашей стене стоит 500 франков. Ну, как бы это он так в шутку сказал. И, значит, я бы попросила просто посчитать одну стену. Значит, 4 метра. Просто посчитать вот эту вот стену, сколько это будет стоить. Значит, 2500 франков. Вот это вот фигня. Естественно, с материалом, с профессиональным следом и так далее. Значит, этот момент мы сразу же посовещались и вычеркнули из сметы. Значит, сразу хочу сказать, мне абсолютно все равно, что там пишут люди, что мы какие-то нищеброды и так далее. Ребята, каждый судит со своей колокольни. Я привыкла рассчитывать в этой жизни только на себя, поэтому мы живем посредством. Мы не берем кредиты на ремонты. Мы не пытаемся пустить кому-то пыль в глаза. Мне не нужно делать квартиру, чтобы она нравилась вам. Я не делаю ремонт для контента. Я делаю ремонт для себя. И, естественно, мне важно, чтобы члены моей семьи были довольны, а также, чтобы мы вложились в наш бюджет. Это очень важно. Вот, поэтому, естественно, ненужное мы вычеркнули. Следующий момент, который был очень дорогой, это вот эта розетка телевизионная. Она вышла почти что в 3000 франков. Вот так это шумно, бедные соседи. Здесь уже электрику провели. Очень странно, что такой толстый профиль взяли для гипсокартонной стены. Получается, сантиметров 7 украли от объема. И здесь тоже получается перегородка. Такие вот профили они настроили, толстые. Ну и когда электрик посчитал вот эти все единицы, он должен был проверить, есть ли место в нашей ячейке для такого количества электричества. И когда он открыл наш электрический блок, он увидел, что проводка у нас старенькая. Старинные пробки там есть в наличии. И, конечно же, он не настаивая объяснил нам то, что так как он здесь работает, он обязан поставить в известность контролера, что у нас старая проводка, чтобы проверили по компьютеру, когда у нас была последняя проверка. Придет контролер на проверку. И, естественно, он скажет, что проводку нужно менять. И тогда уже его мастер плюс его визит будет стоить совершенно других денег. Поэтому он нам предложил, раз мы уже делаем такую работу, он нам поменяет полностью все кабеля и сделает современные ящички, где будет эта вся электрика разведена. И, естественно, мы на это согласились, потому что я считаю, что это наша безопасность. И это необходимо сделать. То есть именно на этом экономить нет смысла. Плюс, естественно, сделав новую разводку, он является гарантом качества. Так как он предоставит проект уже на подпись инспектору, естественно, в следующие 10-20 лет нас никто беспокоить проверками не будет. Считаю, что это идеальный вариант. Вот сегодня они пробурили. Вот свет мне провели сюда. И розетки там, где мне они еще нужны. Так. Вот здесь самая дорогая розетка. Почти 3 тысячи вышло. Это чтобы перенести телевизор, интернет из того угла сюда. Вот. И здесь тоже они завели мне в массажную. И тоже завели сюда. Здесь пойдет гипсокартон. Самое главное, что они сделают также проверку. Что уже следующие 20 лет нам не нужно будет переживать за электрику. Как видите, что мне больше всего нравится, люди уходят. Идеальная чистота. Все за собой убрали, подмели и ведерочко с мусором вынесли. Значит, в общей сложности вся электрика нам вышла в 10 700 франков. Из них 4 тысячи – это замена старой проводки. Брат с невесткой, значит, на карантине строили дом в Одессе. И я, кстати, обратилась за помощью к Наташеньке, потому что она у нас очень классный дизайнер, и у нее хороший вкус, и у нее прекрасно сделана эта обстановка в квартире, где же она покупала молдинги. Кстати, вы меня исправляли, я в курсе, как это называется, но по-немецки молдинг, молды означают формы для заливания. Это могут быть силиконовые формочки для выпечки, где заливается тесто, и что-то оттуда выходит, либо жидкий шоколад. Поэтому здесь это название не употребляется. Ну и как бы я уже пытаюсь найти, так чтобы швейцарцы его понимали, эти рейки. Вот. Поэтому я и назвала это рейками. Значит, моя невестка мне дала прекрасный контакт, магазина в Бельгии. Она все заказывала из Бельгии, и там, как она мне говорит, там великолепный выбор также плинтусов, и есть плинтуса под проводку. И я так улыбнулась, потому что я увидела, как работают швейцарские мастера. Во-первых, когда я увидела, что у нас плинтуса прикручивают к стене, даже не скрывая эти шурупы. Вот. И когда я увидела, как они завели проводку, вот в таком вот кабеле, все делается очень добротно на века. И, в принципе, это потом удобно, потому что если проводка заведена в такой вот гофрированный шланг, то потом очень легко что-либо менять, и при этом не нужно разрушать стены. Короче, вот эти вот нюансы технологии строительства, естественно, знают только местные мастера. И понятное дело, каким образом можно здесь проводить электрические работы какими-то левыми рабочими, которые понятия не имеют ни как это принято в Швейцарии, а самое главное, кто этот момент одобрит и подтвердит. И когда придет проверка, элементарный инспектор, да, и увидит, что кто-то залез в этот счетчик и что-то менял, я себе даже не могу представить, сколько будут штрафы. Во-первых, скрыть такие работы невозможно. И моментально любой сосед может поинтересоваться, насколько легальны наши работы. Тем более все рабочие, которые работают в Швейцарии, имеют униформу подписанную, и сразу видно, кто производит работы, и ни у кого не возникает вопросов, что это какой-то нелегал. И мои знакомые, кстати, прибалты, которые купили себе недавно дом под полностью капитальный ремонт, они вот так вот пригласили своих же прибалтов без вида на жительство, без разрешения на работу, чтобы они что-то делали у них в доме в плане сэкономить. И это что-то закончилось в первый же день огромным штрафом. Поэтому я не советую даже другим пользоваться такими случаями. Я понимаю, когда что-то где-то прибить, муж на час, такого плана работы можно. Но опять-таки я не нашла помощников даже в плане вот помочь упаковать и грузить коробки. Ну и когда я вам говорю, что здесь в Швейцарии люди, работающие руками, являются очень высокооплачиваемыми специалистами, вы сейчас это увидите по ценам, так как вот эти 10 тысяч франков округленно за электрику мы заплатили ровно полдня, и это было 2 человек. Мастер и ученик на третьем году обучения. И, кстати, зарплата его тоже была прописана в смете, и она была в половину меньше, чем профессионала. Опять-таки это к тому, что дети, которые здесь идут учиться, они учатся на рабочем месте под присмотром профессионала. И, кстати, ученику было лет 30, которые учатся на электриков. Так что в любом возрасте можно себя переквалифицировать, и, как видите, работа довольно-таки хорошо оплачиваемая. Теперь в плане маляров нам предстояло тоже освежить стены. Нам посчитали, сколько будет стоит покрасить одну комнату 15 квадратных метров, 900 франков без стоимости краски. Ну и, естественно, мы и этот расход вычеркнули, так как я обожаю красить. Вы уже видели в предыдущих сюжетах. Ну и плюс, моя младшая дочка решила свою комнату обустроить полностью на свой вкус, по своему дизайну. Это будет очень необычная комната. Увидите это позже. Естественно, мы с ней заехали в магазин, купили с ней все необходимое, краску. Очень было мне интересно, как мешают краску, что, оказывается, нам нужно было 5 литров, и выгоднее было белую перемешать в нужный нам оттенок, чем покупать два ведра готовые, смешанные по 2,5 литра. Разница была, по-моему, на 20-30% дороже. Вау! Дешевле получается, чем брать две. 54,95. Вау! Шварц! Все, набрали то, что нам нужно. Перчатки. Это у нас валик и краска. Краска с какими-то причиндалами для покраски нам обошлась в 100 франков. И справились мы за 4 часа. Естественно, нам через несколько дней мы там что-то где-то подкрасили, но в итоге увидите результат довольно-таки неплохо. Пока нас не было, Биат полностью подготовил комнату, обклеил все сверху скотчем, внизу, чтобы мы не пачкали паркет и потолок. И моя красавица впервые красит стены. Очень дружная у нас команда. Каждый выполняет свою работу. Я делаю большие движения. Муж мой докрашивает аккуратненько все уголочки, а Миланка наша идет по низу. Черная комната. Музыкальная шкатулочка. Да, Биат? Да. Ну что, дорогие мои, 4 часа пролетело незаметно. Выкрасили мы стены. Очень классно ложится краска. Она вообще без запаха быстро сохнет. И стена структурная, поэтому было не так просто ее перекрывать. И мы дадим ей высохнуть. Через пару дней придем. И может быть еще нужно будет еще один слой краски сделать. И потом уже покажу вам результат. Это делается в первую очередь в целях в экономии. Но я получаю огромное удовольствие, когда я делаю что-то в своей квартире своими руками. И точно так же моя дочка, которая в первый раз в жизни красила что-либо. Ей настолько понравился этот процесс. И она прямо сказала, мам, буду лежать теперь каждый день в комнате, смотреть на стенку. И радоваться, что это я, я своими руками ее такую красивую сделала. Так, я сейчас в магазине Джумбо. И здесь есть такие вакуумные мешки для того, чтобы спрятать вещи. Да, 35 он сказал. Ищем пакеты, пакеты, пакеты. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрим, как они выглядят. Ага, вот. Оно в гусе такое. Пересосом. Ага, 50 на 65, 25. Так, этот видишь для одеяла и для подушек ненужных. Нет, и для вещей, и для все-таки. Смотрите, вот такой есть за 22,95 он идет 42 на 40. И за 27,95 он идет 60 на 65. Смотрите, как она одеяло сейчас служит. Упс. По-моему, где-то вакуумные. Верховынки фонные. Вела такие вешалки, они цельные, нигде не поломаются. И плюс, с них не соскальзывает одежда. 20 штук, 15,80 франков. И такие пакеты нашла еще. 55, 600. Приятного вам просмотра, а я бегу дальше. Сегодня море дел. Завтра приедет, кстати, к нам контейнер для выброса мусора. И мы начнем уже все выбрасывать и освобождать все наши подвальные помещения и кладовки. Ага, силиконовые теперь. Так, и что же он делает, Милана? А, смылась вся бумажка. Откуда на нем была бумажка? Вот в чем вопрос. Луви из Андерс. Он из силикона. И сколько же стоит Луви? Всего лишь 19,95. Окей, мама, но это нам надо купить, потому что у нас душевая стеклянная. Да. А, шоу, оксусу. Давай. И церковь. А Луви только одного цвета почему-то? Да. И церковь. А, шоу. А, шоу. А. А, шоу. А.